Вот меня больше всего волнует вот этот вот переход. Вот если бы большевики не пришли к власти, они бы не продумали бы, не реализовали ту стратегию, которую они реализовали. Невозможно было бы и Гойлоро, и вот все остальные по образованию реализовать с царской элитой. Ну невозможно, просто потому что они были импотентны, не могли, не хотели и так далее. Вопрос СВО, война, ситуация, экономический кризис. Есть ли реальная возможность каким-то другим силам прийти к власти? Исторический вопрос мне очень интересен, да? Для того, чтобы реализовать вот эту вот программу. На мой взгляд, в нынешних условиях нет. Во-первых, нет консолидации никакой. Общество очень сильно анатомизировано. Ни по одному вопросу невозможно договориться, да? Потом, оно, безусловно, специально, целенаправленно, с помощью всех технологий разрушается, путем вбросов, путем специальных каких-то запутываний, путем абсолютно непонятных каких-то сочетаний, да? То вроде вы и Гагарина, то вроде и Врангеля, вот. Я думаю, что это делается специально, спорьте там внизу сколько хотите, там марксисты, троцкисты, там кто угодно. Только главное уже не мешайте, не отстаньте. Я вообще, когда смотрю на выступление, вот у них прям в глазах это видно, там, ну уже не мешайте, уже дайте уже это деньги зарабатывать и все. И поэтому тут в данном случае, еще раз говорю, я лично абсолютно убежден, что не могут, не хотят. Им это абсолютно не нужно развития, им это абсолютно, их это не заботит, на мой взгляд. Когда будет это дно, да, когда у них, когда оно будет, оно будет неизбежно. Потому что, все-таки, вот как ни странно, вот в других странах, вот как-то элиты ощущают себя, что я именно элита этой страны. То есть нет такого. А я могу объяснить. Вот я даже удивлена, как у нас так могло быть, что вся элита смотрит на Россию зарабатывать, а мы будем там. И уже говорят, не будет. А знаете, чем отличается, например, китайский, китайский олигарх или крупный бизнесмен от российского олигарха или крупного бизнесмена? Китайский олигарх, он не украл прошлая, собственность прошлого поколения. Он его создал благодаря своему влиянию, благодаря тому, что там ему помогало государство и так далее. Там тоже к ним отношение не очень, к этим олигархам. Но, тем не менее, наши все вот эти крупные состояния, они, ну, основаны на воровстве общегосударственной собственности советской. И поэтому они себя и чувствуют, что зачем им это России, тут надо быстрее заработать и куда-нибудь увезти. Последний буквально да или нет вопрос, потому что мы, я думаю, с вами еще продолжим. Когда может произойти такой вот перелом, когда ситуация может измениться? И вообще изменится ли ситуация к лучшему? Ну, я считаю, что она будет меняться к лучшему, потому что чем, ну, от нас живых, те не хотят слезать. Они нас хотят именно добить. И вот это осознание придет, и прежде всего, к нашим силовикам. Хотя они все разные, нет к ним такой прям любви. Но, вот я говорю, им просто некуда бежать. Эти все надеются, что побегут, а те на это не надеются. Поэтому они...